МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, Ямальский район. В эфире телеканала ИТВ программа «Час Икс». И тема сегодняшнего прямого эфира – цена северной жизни или все о торговле в Ямальском районе. Качество продуктов питания, завоз товара, рост цен в этих моментах нам сегодня поможет разобраться начальник управления муниципального заказа и торговли администрации Ямальского района Светлана Владимировна Гулакова. Добрый вечер. И перед тем, как начать нашу беседу, я предлагаю вашему вниманию и вниманию наших телезрителей один небольшой сюжет. Смотрим. Как жить в условиях экономических санкций? С этим вопросом Россия столкнулась осенью этого года. Оказалось, что нашей стране вполне возможно существовать без польских яблок, голландского сыра и норвежской сельди. Но тут пришла другая беда. Доллар и евро стали неуклонно расти, что обострило ситуацию. О повышении центра вожится и в Ямальском районе. Обеспокоенный глава территории посетил новый магазин «Белая медведица» в районном центре, где встретился с предпринимателем и специалистами торговой отрасли. Все равно 10-15% и мы больше не ждем скачка или ждем скачку? Нет, не ждем скачка. Пока не ждем до нового года. Мы вообще не привязаны с учетом евро-доллара к этой теме, да? Ну, мы не привязаны. Мы продадим за то, что купили, а там уже после нового года будем... Или у нас больше будут транспортные услуги, как мы копите, подтягиваются? Транспортные поднимутся. Однозначно в связи с повышением цен на пенсию. Мы сами можем как-то заверить жителям района, что все будет стабильно. Нет, мы ничего не будем наценять. Вот что они видят сейчас на данный момент, так будет для нового года. Новый год встретимся с этими ценами? Да, естественно. После небольшого ряда беседу продолжили на совещании в администрации. Вопросы на повестке злободневные. Качество продуктов питания, санитарное состояние магазинов и все тот же рост цен, который неизбежен. Первое повышение цен мы ощутим, конечно, к новогодним праздникам. Они поднимутся благодаря сразу нескольким факторам. Это увеличение транспортных расходов, потому что это трековый. Вот увеличение закупочных цен. Сейчас мы не ощущаем разницу по сравнению с августом, но когда подойдет к декабрю месяцу, то есть вот тот разрыв, который есть, уже сейчас формируется, он будет уже на глазах. В некоторых поселениях проблема нехватки продуктов. В период распутицы стоит остро. Нет необходимых помещений для хранения продовольствия. Очень ограниченно завозят Салимал и Панаевск. Они практически, на досрочный завоз, очень маленькое количество завозят, потому что там нет складов. У них всегда это большую проблему вызывает. Управлением информационной политики дважды в год проводится социальный опрос населения о проблемах в поселках. Качество продуктов питания, высокие цены, в рейтинге самых актуальных проблем занимают далеко не последнее место. Нужно что-то делать. Сошлись на одной мысли все присутствующие. Своевременный и качественный контроль поможет исправить ситуацию. Давайте вот, я не знаю сейчас, руководителя общественных организаций все-таки активизировать, инициировать вот эти проверки, чтобы они завершались каким-то уже конкретным результатом. Потом можно подводить итоги, и вот на этих семинарах и конференциях уже можно будет в срезе говорить и показывать уже кого-то в положительном ключе, кого-то в отрицательном. Составьте любую программу, давайте ее утвердим как угодно. Взаимодействие с общественными организациями, без общественных, с федеральными структурами, как угодно. График, подходы и, главное, форму общения с бизнесом, с малым бизнесом. Давайте выберем ту форму, которая бы была действенна. Ну, с вами мы увидели этот сюжет. Скажите, Светлана Владимировна, все-таки какая форма взаимодействия районной власти с предпринимателями избрана, и какие рычаги есть у власти влияние на коммерческую деятельность? Ну, взаимодействие между администрацией района и предпринимателями, в общем-то, осуществляется в ключе взаимного диалога, потому что в соответствии с действующим законодательством органы местного самоуправления, а также любые федеральные контролирующие органы не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность предпринимательского сообщества. Однако для того, чтобы влиять как-то на ситуацию, мы ведем постоянный диалог. Мы говорим об уровне цен, о качестве торговли. На последнем совещании нами было принято решение проводить обучающие семинары работникам торговли для того, чтобы повысить качество обслуживания, потому что непрофессионализм в сфере торговли на сегодня – это, в общем-то, достаточно больная тема. Вообще, в соответствии с действующим законодательством, органы местного самоуправления вправе рассматривать жалобы потребителей, консультировать их по вопросам защиты прав потребителей и обращаться в суды в защиту неограниченного круга лиц. Но, кроме этого, администрации района делается очень много для поддержания малого бизнеса. Так, начинающим предпринимателям выдаются гранты. Тем, кто осуществляет досрочный завоз, возмещаются проценты за кредит. То есть, разница между действующим процентом банка и ставкой Центробанка. Далее, возмещаются затраты на содержание факторий и транспортные расходы на доставку в отдаленные поселения, начиная с 11-го километра пути. То есть, есть возможность получить реальную помощь от района. И мы в этом плане очень плотно сотрудничаем. А вот по поводу Салимала и Панаевского. Вы сказали, что трудности возникают со складами для хранения продуктов. Как-то эта проблема решается? На местном уровне нами разработана программа продовольственной безопасности Ямальского района, где предусмотрено приобретение мобильных овощехранилищ для всех поселений района. В этом году закуплено овощехранилище для села Ярселя и села Панаевск. Кроме того, по окружной программе продовольственной безопасности поставлено овощехранилище в село Мыскаменный. И мы думаем, что как-то немного ситуацию сгладим. Потому что в общей сложности запас можно будет увеличить на 60 тонн продукции. То есть, это достаточно существенно. Ну да, в принципе, это очень хорошо. В сюжете, который мы с вами сейчас увидели, предприниматели говорили не только, так скажем, о проблемах торговли, ну и еще, наверное, самое главное, что сейчас всех волнует, это рост цен. Не только Ямальский район об этом волнуется. Вы сами знаете, какая у нас ситуация на валютном рынке. Вся страна беспокоена ростом цен на продукты. Давайте узнаем мнение наших односельчан. Как они считают, на какие продукты в Ямальском районе поднялись цены. Смотрим. Ой, ну цены, я считаю, приемлемы пока. Пока еще на продукты, на хлеба булочные вроде бы нет подорожания. И крупы тоже пока еще, цены нормальные. Но не знаем, что дальше будет. Ну, в принципе, повышаются, я не знаю, мне кажется, там на земле, если повышаются, естественно, любой предприниматель себе выгодок, или не выгодок, или не будет работать. Ну, думаю, что они свыше 94% не наценяют. Ну, если честно, да, немножко. А на какие продукты? В основном молоко, растительное масло видела. Ну, и как-то сильно не обращала в диване. Ну, заметила, повышается вроде. На какие продукты? Мне кажется, на все наименования. Есть какое-то подорожание. Особенно вот сейчас, в это время. Не знаю, вроде высокие. То есть вы заметили повышение цен? Ну, так дороговато, конечно. А на какие продукты? Ну, не могу сказать никакие. Последний раз ходила, вроде бы купила-то ничего, а ушло много. Я не местный, по сравнению с темней, высокие. Я думаю, все в порядке. Все хорошо. Да нет, главное были бы деньги. На хлеб хотя бы. На хлеб. На масло. Масло, например, дорогое вообще. Посолнечное, сливочное? Нет, сливочное. Ну, и посолнечное тоже. На крупы, может быть, на молочную продукцию? Ну, на рис вот. На молочные тоже дорогие. Банки там. Сор, леза. Сгущенка. Вот сгущенка дорогая. И вот эти варенье, там, джемы. Последняя цена поднимается. Дорога. Вот по сравнению с Эльхардом дорого. Я уж не говорю про тюмени. А замечали повышение цен на отдельные продукты? Хлеб, если заметили, на прошлой неделе стоило еще 30 рублей. Сегодня 33. Ну, где-то что-то дешевле, где-то что-то дороже. Ну, рынок диктует свои цены. Так что тут... Повышение цен не замечали? Ни на какие продукты? Да вы знаете, я уже как-то с этим смирился. Так что, может, где-то и были какие-то повышения, но... Ну что, вы согласны с результатами нашего опроса? Ну, трудно не согласиться. Реальность есть реальность. Согласно проведенного мониторинга за месяц, за период 17 декабря, произошел рост цены на говядину на 8,5%, свинину 5,8%, куры 3%, творог 13%, кефир 26%, сыр 10%, яблоки почти 8%. То есть, как мы видим, рост цен на скорпортящуюся продукцию, которая завозится треклами в настоящий момент. На все товары, которые были завезены в навигацию, роста цен не наблюдается. Ну, все-таки, вот, те самые пресловутые экономические санкции, они как-то повлияли на наш Ямальский район? Ну, можно сказать, что пока мы не ощутили эти санкции, потому что доля импортных продуктов на нашем рынке была достаточно незначительной. И наш рынок изысками зарубежными, в общем-то, не отличался. Поэтому ассортимент продуктов, в принципе, тот же, что и был в прошлом году, ну, может, за небольшим исключением, там, рыба, сыры импортного производства. Вот. Но активно идет импортозамещение уже из других регионов России, плюс подключилась Беларусь. Поэтому санкции вроде как пока не отразились. Но это все временно, потому что общая тенденция российская, в общем-то, идет к увеличению цен. Скажите, ну, к Новому году все-таки нам ждать, да, повышение цен? Ну, повышение цен на продукты, которые будут к Новому году, оно, в принципе, уже сейчас началось. То есть товары, которые мы покупаем к новогоднему праздничному столу, они и так отличаются, в принципе, высокой стоимостью, потому что всем хочется побаловать себя и близких чем-то вкусненьким. Вот. Но, кроме этого, отразится на расходах населения, конечно же, стоимость транспортных услуг. Все мы видим, что зимника стабильного пока нет. Все товары завозятся треколами. Трекол берет 800 килограмм груза и стоит 40 тысяч. То есть на килограмм завозимого груза дополнительно накладывается 50 рублей. Вот и рост цен. Хорошо. Мне сообщают, что у нас есть телефонный звонок или это ошибка, к сожалению. Извините меня, пожалуйста. Давайте продолжим нашу тему. Каким образом вашим управлением проводится мониторинг цен на продукты питания? От чего зависит рост либо снижение цены? Расскажите, пожалуйста. Торговым отделом управления муниципального заказа проводится ежедневный мониторинг по поручению департамента агропромышленного комплекса и продовольствия Ямало-Ненецкого автономного округа. И в связи с введением санкций и ограничением ряда продукции на российском рынке введено дополнительное ежедневное наблюдение за товарами, ввоз которых был ограничен со стороны некоторых стран. Поэтому ситуация постоянно на контроле. Мы отслеживаем цены по основным 27 наименованиям продуктов и товаров первой необходимости. Постоянно эта информация размещается на официальном сайте Ямало-Ненецкого автономного округа. То есть она находится в открытом доступе. И население может увидеть и сравнить, действительно ли такие цены в магазинах их населенного пункта, либо они отличаются. Цены мы собираем по всем населенным пунктам, по 11 торговым объектам. А как происходит ценообразование? На конкретном примере давайте возьмем десяток яиц. Как будет складываться розничная цена? Ну вот на сегодняшний день возьмем стоимость десятка яиц. По последним данным закупочная цена десятка яиц составляет от 67 до 70 рублей. Плюс кировские предприятия сразу выставляют в счет фактуру 15 рублей за доставку товара до Лабыт-Нанок. То есть получаем, если берем 70 рублей, то получается 85 рублей десяток стоит. Плюс мы рассчитали стоимость доставки яиц до Ярселя на десяток яиц. У нас отложится еще 11 рублей. Получаем 96 рублей. И минимальная торговая надбавка, которую на сегодня применяют предприниматели, это 40%. В нее входит заработная оплата продавцов, коммунальные услуги, отопление, электроэнергия, расходы на оборудование и так далее. Конечно, она выше, чем 40%, но учитывая, что цены повышаются, предприниматели идут даже на такой шаг. И пока работают трековые цены не повышают до полной торговой надбавки. И в итоге мы получаем 120 рублей. Это в Ярселе. Если взять новый порт, мы с Каминой, либо с СИИХУ, соответственно, транспортные расходы там существенно больше. И товары получаются еще дороже. А вот если взять на примере Ярселя районного центра, какая дороже выходит доставка? По летней навигации или зимой? Вообще любая доставка выгодна большими объемами. Летняя навигация, она тоже достаточно дорогостоящая, потому что из года в год растут тарифы на водный транспорт. Однако по воде предприниматели могут завести сразу большой объем товара. То есть и 100 тонн картошки, и больше транспортом зимним, то есть автомобильным, завозится, конечно, ограниченное количество товара. Соответственно, соотношение транспортных расходов и количества ведет к тому, что намного дороже завозить по зиме. Понятно. И напоминаю, что мы работаем в прямом эфире и ждем ваших звонков. Звоните наш телефон 302-36. Наши корреспонденты провели небольшое расследование по ценам в магазинах. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Наши корреспонденты провели небольшое расследование по ценам в магазине. Я поясню. Мы были в разных магазинах разных предпринимателей и заметили, что цены на одни и те же продукты различаются. Вот скажите, такая разница в ценах на одни и те же продукты – это норма или отклонение? Дело в том, что если брать цену на яйцо, 8 рублей и 11 рублей. Эту разницу я могу объяснить только тем, что это товар, завезенный по навигации еще, и товар уже вновь привезенный. Вновь свежий. Учитывая, что на сегодня в России нет государственного регулирования цен и определенного уровня рентабельности, он применяет эту торговую надбавку в зависимости от конъюнктуры, в зависимости от того, насколько он хочет привлечь покупателей в магазин, сделав, допустим, на рубль дешевле тот же самый товар. Как таковых нарушений, либо специального повышения цен на сегодняшний день в Ямальском районе не зафиксировано. То есть все предприниматели входят в ситуацию, понимают, что подорожание скажется на покупательные способности населения, ведь люди с низким уровнем доходов зачастую просто не смогут себе позволить купить данный продукт, если он будет очень дорого стоить. А что делать покупателю, если он заметил, так скажем, несанкционированное повышение цены? В какие инстанции обращаться? Обращаться, конечно же, нужно в торговый отдел управления муниципального заказа и торговли. На официальном сайте администрации размещены телефоны горячей линии, на которые можно позвонить как в случае нарушения прав потребителей, так же в случае необоснованного повышения цен. Телефон 30836 и 30144. Мы две недели принимали звонки от наших телезрителей, вот Ерсалинец спрашивает, главная беда торговли в северной местности это просроченный товар. Вот можно ли решить эту проблему с просрочкой раз и навсегда или это явление неотъемлемая часть торговли? Можно сказать, что это неотъемлемая часть торговли, но с этой частью нужно бороться. И бороться сообща, как администрация района, как контролирующим органам, коими являются Роспотребнадзор и Госветнадзор, так и населению района. Во-первых, когда мы выбираем товар, нужно обязательно смотреть на срок годности. В соответствии со статьей 5 закона о защите прав потребителей, продажа товаров с истекшими сроками годности запрещена. То есть, если раньше практиковалось, прошел срок годности, снижаем цену и продаем, что называется, по дешевке. Этого делать категорически нельзя, потому что теряются не только полезные потребительские свойства продуктов, но и появляются достаточно вредные бактерии, которые серьезным образом могут сказаться на здоровье. Во-первых, если вы увидели просроченный товар, пожалуйста, не поленитесь, позвоните либо в торговый отдел администрации, либо в Роспотребнадзор. Если вы нечаянно приобрели такой товар и заметили этот факт уже дома, сохраните чек и, пожалуйста, обратитесь в контролирующий орган для того, чтобы были приняты своевременные меры. Потому что невозможно на сегодняшний день привлечь к ответственности хозяйствующий субъект, который нарушил ваши права, без официального обращения. То есть нет жалобы, нет никакого противодействия. Нужны факты, так скажем. Мне сообщают, что у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Говорите, вы в прямом эфире. В прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Говорите. Алло, вы меня слышите? Да, да. Мы вас слышим. Я бы хотела задать вопрос. Почему в наших магазинах продается много просроченного товара и куда с этой проблемой нужно идти? Спасибо. Ну, в принципе, мы только что ответили на этот вопрос, поэтому мы его пропускаем. А по поводу жалоб. Много жалоб поступает от жителей? К сожалению, жалобы единичные. Одна, две, три в год. Поэтому, когда мы при соцопросах видим такую активность, и у 60% респондентов эта проблема вызывает эмоции, а, как оказывается, противодействия-то нет никакого. Поэтому я всех абсолютно призываю к гражданской активности. И если вы увидели, что идет торговля просроченным товаром, если вы увидели, что некачественный товар на прилавке, я очень попрошу сообщать об этих фактах в торговый отдел. Как вы считаете, в чем причина такой пассивности у граждан? Дело в менталитете? Может быть, в прошлые годы было больше жалоб? Что-то, может, изменилось? Или, в принципе, так было всегда? В принципе, так было всегда. Население достаточно пассивное в данных вопросах. Но хотелось бы, конечно, чтобы гражданская эта позиция проявилась. Ведь если мы сами не защитим свои права, то их никто не защитит. К сожалению, со стороны правительства идет всяческая поддержка, почастую, не очень добросовестных предпринимателей. Когда наше руководство говорит о поддержке предпринимательства, оно имеет в виду добросовестных предпринимателей. Но зачастую у нас вот это-то поведение и хромает. Поэтому для того, чтобы обезопасить себя, нужно более активную позицию занимать самим потребителям. Светлана Владимировна, у нас есть еще один телефонный звонок. Говорите, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Можно. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Говорите, задавайте ваш вопрос. Мы вас слушаем. Светлана Владимировна, хотел бы задать такой вопрос. Я житель Ярсоля, и меня вот интересует, после Нового года возможен скачок цен в связи с этими кризисными явлениями, которые сейчас наблюдаются в стране? Спасибо вам. Ну, мы уже даже сегодня говорили о том, что рост цен ожидается. Потому что уже начался рост цен у оптовых поставщиков. Поэтому говорить о том, что у нас все будет ровно. Гладко и ровно. Не получается, да. Поэтому мы, насколько сможем, сгладим эту ситуацию. Потому что разговариваем сегодня с предпринимателями о том, чтобы не было резкого повышения цен, чтобы было немножко оно постепенное. Конечно же, говорим о том, чтобы вот сколько могут, они поддержали тот уровень цен. Но, учитывая, что предприниматель работает действительно для получения какой-то прибыли, и учитывая, что растут его издержки, бесконечно сдерживать уровень цен мы не сможем. Но диалог мы ведем. Я думаю, что многие предприниматели, ну, хотя бы до Нового года пойдут нам навстречу. А сегодня уже можно предсказать, как сильно цены вырастут? Или это будет заменить? Ну, если посмотреть по ведущим СМИ, да, источники интернета, то ведущие торговые сети на земле предсказывают с Нового года рост цен на 15%. Соответственно, я думаю, что и оптовые предприятия повысят цены не менее, чем на этот уровень. Но, так как у нас плюс еще и доставка, увеличение транспортных расходов, то, ну, процентов 30, наверное, стоит ожидать. У нас еще один звонок в студии. Давайте послушаем, что у нас хотят спросить. Задавайте ваш вопрос, вы в прямом эфире. Говорите. Пожалуйста. Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Светлана Владимировна, у меня два вопроса. Мы вас слушаем. Я хочу спросить следующее. Раньше алкоголь продавалась до 8 часов вечера, а сейчас до 10. А с чем это связано? Это первый вопрос и второй. И второй вопрос. Говорите, говорите, говорите. Мы вас слушаем. Хочу спросить по поводу санитарного состояния магазина. В холодильнике открытые санят, продукты все портятся. Часто в России лежат гниевые и вак отновит на газон. Почему так происходит? А ведь мы же все же люди, а не животные. Неужели нельзя убрать такой товар, чтобы вит не портить? Спасибо вам. Спасибо за вопросы. Что касается первого вопроса. По поводу продажи алкоголя. По поводу продажи алкоголя. До конца этого года полномочия по государственному лицензированию розничной продажи алкогольной продукции исполняло управление муниципального заказа администрации Ямальского района с нового 2015 года. Данная полномочия будет исполнять департамент агропромышленного комплекса и продовольствия Ямал-Ницкого автономного округа. То есть госполномочия, которые нам были ранее переданы законом ЕНАО, у нас со следующего года забирают. И, соответственно, забирают полномочия по ограничению, по дополнительному ограничению розничной продажи алкогольной продукции. Если на федеральном уровне установлено ограничение с 9 часов утра до 11 часов вечера, то законом ЕНАО принято ограничение с 10 часов утра до 10 часов вечера. Вот этим вызвано изменение режима продажи спиртных напитков. С одной стороны, при опросах мы слышали негативные отзывы, что ограничена продажа, что зачастую неудобно людям покупать в ограниченное время. С другой стороны, это ограничивало распространение алкоголя и, в общем-то, положительный эффект вызывало. Что касается второго вопроса, по поводу санитарного состояния. В советской торговле раньше существовала поговорка «магазин начинается с тряпки». Вот это же я хочу посоветовать всем продавцам Ямальского района. Не сидеть за прилавками с телефонами, с наушниками, а заниматься тем, чем должен заниматься продавец. Вот. Это во-первых. Во-вторых, во всех магазинах должен быть установлен санитарный день. Наши предприниматели зачастую отказываются проводить санитарные дни, тем самым не успевают навести порядок, что вызывает вот такие нарушения. И такие ситуации получаются. Все-таки хотелось бы еще вернуться к той теме по поводу гражданской активности населения. Как Вы считаете, может, стоит начинать с молодого поколения, как-то воспитывать их, в них вот это чувство собственного достоинства, чтобы они сами пытались бороться с некачественной продукцией, с просроченной продукцией? Конечно, нужно начинать с малого. И в этом году в рамках программы защиты прав потребителей Управлением муниципального заказа и торговли разработан план мероприятий по повышению грамотности среди населения, в том числе проведение уроков правовой грамотности по защите прав потребителей среди старшеклассников Ямальского района. Уже неоднократно проводились данные уроки в Ямальской школе-интернат. Планируем проведение аналогичных уроков в других поселках. Кроме того, мы проводили конкурс рисунков и плакатов на тему защиты прав потребителей. И даже сами не ожидали такой активности от школьников. Поступило нам на рассмотрение более 50 работ. И когда мы оценивали, действительно уровень выполненных работ почти профессиональный. От юморины и до серьезных плакатов, призывов обеспечить качество продуктов, обеспечить соблюдение прав потребителей. Поэтому очень сложно комиссии было оценить и выбрать победителей. Данные конкурсы будут продолжены, уроки будут продолжены. Кроме того, ежегодно мы проводим конкурс, который называется «Самый грамотный потребитель», в котором потребителям предлагается ответить на 10 вопросов либо каких-то практических ситуаций из сферы торговли. Вот в этом конкурсе достаточно низкая активность, хотя я считаю достойные призы. Скажите, а в этом конкурсе участвуют школьники либо взрослые работающие. Неограниченно могут участвовать как дети, так и взрослые. Но вот достаточно низкая активность, хотя тем самым пропагандируется защита прав потребителей, и мы призываем всех принимать активное участие. Узнаете что-то новое, плюс получите призы. Хорошо. Итак, сейчас мы уходим на небольшую рекламу, после нее мы продолжим наше общение. Я напоминаю, в прямом эфире. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова на полугодие 236 рублей. Будьте в курсе всех событий района вместе с нами, с информационным агентством ИАТВ. Дорогие телезрители! Спустя несколько лет мы возрождаем популярную когда-то рубрику «От всей души» Такое название получила новая передача по вашим заявкам. Вы хотите поздравить с днем рождения? Или есть повод сказать приятные слова вашим близким? А может быть у кого-то юбилей? Обращайтесь в информационное агентство ИАТВ. В нашей новой передаче хороших слов и приятных поздравлений хватит на всех! Только с 19 по 21 декабря и только в Ярселе Рождественская ярмарка Мясные деликатесы, рыба, всевозможные сладости, дикоросы и теплые вещи Плотки, шали, бурки, валенки Все эти товары ярцелинцы и гости районного центра найдут на просторах молодежного переука В программе театрализованные представления, выступления творческих коллективов, зимние забавы Праздничное открытие пройдет на центральной площади Ярселе Организаторы приглашают к сотрудничеству предприятия розничной торговли и общественного питания Сельскохозяйственные предприятия индивидуальных предпринимателей Рождественская ярмарка Не пропустите! Что удалось достигнуть? Какие проекты стали прорывными? С какими сложностями пришлось столкнуться? Какие планы на следующий год? На эти и другие вопросы в прямом эфире вам ответит глава Ямальского района Андрей Кугаевский 26 декабря в 20.00 Свои вопросы вы можете задавать уже сейчас по телефону 302-36 и по телефону 306-64 КОНЕЦ Мобильный телефон Ваш друг и помощник Но телефон может быть и вашим уязвимым местом Вы можете стать жертвами телефонного и СМС-мошенничества Распознать мошенничество и не дать преступникам шанса Куда проще, чем добиться от них компенсации ущерба Беседа с родственником Звонок поступает ночью или в рабочее время Странный голос сообщает об аресте родственника Сообщник представляется сотрудником правоохранительных органов и вымогает взятку Вся эта ситуация – вымысел Вашему родственнику ничего не угрожает Достаточно перезвонить ему, чтобы убедиться в этом Управление КМВД России предупреждает Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Но у нас снова в студии еще один звонок Поэтому давайте узнаем, что интересует наших жителей Говорите вы в прямом эфире Я хотел спросить, какая ответственность обоста за систематическую реализацию просроченного товара Хорошо Все мы благодарим вас за ваш вопрос Слышно было не очень хорошо Первый вопрос – ответственность продавца за просроченный товар То есть если он есть в магазине Какая она? Полномочия по контролю на потребительском рынке Исполняется федеральной службой Роспотребнадзора То есть реальные рычаги административного воздействия на продавцов Либо на хозяев магазинов Лежат на Роспотребнадзоре Поэтому если выявлены случаи продажи некачественного товара Либо товара с просроченным сроком годности Необходимо обращаться в отдел Роспотребнадзора Территориальный отдел Роспотребнадзора по Ямальскому району Телефон 30282 Мухлынина Светлана Викторовна Ответит вам на все вопросы Примет все ваши жалобы Кроме того, если данный телефон недоступен Пожалуйста, обращайтесь в управление муниципального заказа Торговый отдел Телефон 30836 Кроме того, полномочиями по предотвращению правонарушений Обладают органы внутренних дел То есть участковый также должен принять у вас обращение В случае, если ваши права нарушены Вы не поверите, но у нас еще один звонок Говорите, вы в прямом эфире Здравствуйте Добрый вечер Здравствуйте У меня вопрос такой Почему сразу первая необходимость Такой, как хлеб Который, менее, запрещает в готовом виде В магазинах на гельбе в Ямальске Находится на входе Без кофточки И доступный материал необходимо купить за деньги Кто за этим должен прийти И почему И так раз не писать На этом не обращается Какого вам Спасибо вам Спасибо вам за ваш вопрос Ну, хочется отметить, что Фасовочный материал, насколько я сама знаю Есть всегда За него дополнительная оплата не взымается Если товар не упакован Либо нет фасовочных пакетов Вы можете обратиться к продавцу Я не думаю, чтобы вам кто-то отказал Почему сразу не затаривают хлеб Дело в том, что его привозят с пекарни горячим И если его сразу упаковать в полиэтиленовый пакет Он отмокнет И качество будет совершенно не то Что касается дополнительного взымания платы В общем-то, я первый раз слышу от покупателей Мы проверим обязательно данный факт И после рекламы у нас уже третий телефонный звонок Говорите, вы в прямом эфире Добрый вечер, мы вас слушаем Я увидел рекламу в Ярмарке Где будет и богатый выбор местных продуктов Это, конечно, здорово Ну, расскажите, будет ли в будущем Расширен, например, местных производителей И магазина 17-го района Будет что-то уникальное, интересное Вы должны сделать в городе И в контакте, это вопрос продовольствия безопасный Благодарим вас Ну, в общем-то, вопрос ассортимента у нас, как всегда, насущный И жалоб потребителей на ограниченный ассортимент у нас достаточно С одной стороны, хочется сказать, что Отметить, вернее, что это, в общем-то, дело предпринимателей С другой стороны, можно понять и потребителей Со своей стороны, администрации района Закуплено коптильно-вялочное оборудование Для салимальского рыбозавода Вот, которые планируют производить продукцию собственного производства То есть копченая рыба, вяленая рыба Вот, и думаю, что Где-то, ну, может быть После первого квартала мы увидим продукцию собственного производства Вот Регулярно мы говорим с предпринимателями О необходимости увеличения ассортимента продукции Но все упирается в измельченные торговые объекты То есть магазины маленькие И предприниматели иногда и рады бы увеличить ассортимент Но при этом боятся нарушить санитарные правила Санитарное соседство Поэтому, конечно, это вызывает справедливое недовольство покупателей Ну, я думаю, что будем работать над этим Вы наверняка слышали об окружном проекте То есть, дайте мне сказать Собирают дикоросы, мох, вот все эти тундровые травы Из них пекут хлеб И тоже делают какую-то продукцию Вот именно продовольственную Знаете об этом? Вот у нас в Номальском районе она будет реализована? Ну, для того, чтобы каким-то проектом заняться Необходимо, во-первых Необходимы технологии И желающие этим заниматься То есть, если наши предприниматели Изъявят желание производить такую продукцию То я думаю, что мы наладим контакты С администрацией Надымского района Которые выступили инициаторами данного проекта Вот И порешаем этот вопрос Но все упирается в желания наших предпринимателей Хорошо И снова звонок в студии Давайте послушаем Говорите, вы в прямом эфире Добрый вечер, говорите Вас слышно? Задавайте ваш вопрос Очень плохо слышно было, к сожалению Я не разобрала То ли это был магазин Я поняла с магазином Северный Да, почему разнятся цены? Тут, конечно, больше вопрос к предпринимателям Почему в одних и тех же магазинах разные цены? Ну, с одной стороны, можно, наверное, объяснить тем Что это товар разной поставки То есть, в одном магазине остался данный товар А в другой завезли уже товар нового завоза Но, по моему мнению, такого допускать нельзя Потому что все покупатели имеют равные права На приобретение одинакового товара по тем же ценам Поэтому в случае выявления таких фактов Я вас очень попрошу обращаться в торговый отдел По телефону 30836 Для того, чтобы каждый факт подобный был выявлен И были приняты какие-то действия У нас есть еще один интересный материал для просмотра Недолгий молочный кризис случился в районном центре Смотрим Как начинается утро в любой российской семье? Просыпаемся, умываемся, идем на кухню Открываем холодильник Достаем молоко Любая мама просто не представляет рациона своего ребенка Без этого полезного продукта Но что делать, если молока невозможно купить в магазине? В конце ноября первоочередной продукт Исчез с прилавков Ярсалинских магазинов Продавцы разводят руками Мол, завоза пока не предвидится Ждем, но когда будет, неизвестно В безвыходной ситуации оказались многие мамы И особенно те, у которых совсем маленькие дети В их числе жительница Ярсале Валентина Обойдя торговые точки Не найдя желаемого, мать двоих детей Сначала впала в панику Муж в командировке Оставить малышей, чтобы выйти на поиски молока Нет с кем Успокоившись, решила прибегнуть К дедовскому способу Развести заменитель молока Сухой порошок Вот так вот мы приспособились Пить сухое молоко Никогда не думали, что мы с таким столкнемся Очень тяжело, конечно В моем детстве таким молоком поили телят А сейчас мы поим своих детей Что очень жалко Пробовали ли вы пить напиток из сухого молока? Вряд ли, ведь такой необходимости наверняка не было Вкус этого продукта несколько отличается от вкуса и запаха Пастерилизованного молока И попробуй ребенку объясни, что молока нет в магазине Особенно, когда он совсем маленький Вике полтора годика Саше два с половиной Ну она пьет, конечно, но очень тяжело Ноет, стонет Ну как ребенку успокоишь, если она говорит Кока, кока, кока А ты не знаешь, что сделать и что дать ребенку В рацион ребенка одного-трех лет Обязательно входит молочная каша Кефир, творог И непосредственно само молоко Без первоочередного продукта Ни одно из этих блюд детского питания Приготовить просто невозможно Как сказывается на организме ребенка нехватка кальция Которым и богато молоко Спросим у медицинского работника Нехватка кальция в организме Ведет к остеопорозам И Кариесам А вообще Низкое потребление молока Или вообще его отсутствие Влияет не только на костную систему Но и на нервную систему Потому что в молоке содержится метионин А он участвует В образовании и ферментов пищеварительной системы Содержится галактоза Которая необходима для строительства нервной системы Без молока, как видим, нет здоровья Есть в Ярселе молочная ферма Заполярье – это большая редкость Но о ее существовании в районном центре Знают не все Этой осенью коров на ферме прибавилось Грант администрации Ямальского района Помог фермеру Теодору Горинчою Приобрести 16 буренок холмогорской породы На момент молочного кризиса Молока на ферме для реализации населению Было недостаточно Купить удавалось далеко не всем И это, конечно, еще больше усугубило Сложившийся дефицит молока в поселке Сейчас коровки оселились И молока сегодня Хоть ведрами покупай В этом году у нас будет не то, что и слишком Будет больше молока Потому что эти телеса Считаем, что они будут давать больше молока И будем, часть будем Пастеризовать Пастеризовать Творог делать, сливки Попробовать обеспечить население Семья Валентины Ноженниковой Далеко не единственная Кто оказался в безвыходной ситуации Последний пакет молока Она купила через знакомых мужа Аж по 140 рублей В магазине первый Однако даже по заоблачной стоимости Всего за пару дней Молоко разобрали Так как получилось, что за неделю В самые сильные морозы Ирсалинские дети остались без молока Первоочередного продукта В детском питании На всех жителей районного центра Как показал сюжет Молока не хватило, к сожалению В чем причина такого промаха? Как вы считаете? Основной причиной является Тот факт, что На обеспечение Учреждений социальной сферы Школы, интернат и садика Вышли сторонние организации Которые своевременно данный контракт Не выполнили И в это время Данные учреждения Остались без молока И, конечно, когда Был выбор Оставить молоко в магазинах Либо обеспечить детей Предприниматели Сделали выбор в пользу детей И молоко было отпущено Вот именно по данным Социальным объектам Хочется отметить, что Сухое молоко Является полноценным заменителем Молока По своим потребительским свойствам И тем, кто Живет чуть дольше На территории Ямальского района И в Ярселе Знакомы Данные продукты И, в принципе, раньше Это не вызывало Негативных эмоций Так как простого молока Вода же, в принципе, просто не было Конечно Справедливы все Негодования потребителей Но я думаю, что Больше такой ситуации У нас не сложится Со всеми руководителями Образовательных учреждений Мы поговорили Для того, чтобы Своевременно планировать Закупки И завозить необходимые Объемы товаров Думаю, что Все у нас будет в порядке А для того, чтобы Обеспечить детей Во всех магазинах Так же, как аптеках У нас есть в наличии Детские смеси Первой, второй и третьей ступени То есть до трех лет Деток можно было поить И смесями Хорошо, давайте перейдем К другой теме Уже прошел год с тех пор Как у нас в Ямальском районе Появились социальные полки И социальные карты Я напомню Это меры социальной поддержки Льготных категорий граждан Им предоставляется Десятипроцентная скидка На покупку продуктов Первой необходимости Как сегодня развивается Этот проект в Ямальском районе Как вы считаете У каждого предпринимателя Должна быть подобная мера И в каждом магазине И вообще во всех поселках Есть подобная Социальные карты Выдаются работниками социальной защиты Во всех поселках На сегодня выдано 692 карты Самое большое число Выдано, конечно, в Ярсале Более 300 карт И самое маленькое количество Я не знаю, правда, почему В поселке Панаевск Всего 9 карт Хотя ведь Я думаю, что Десятипроцентная скидка Как на лекарства Так и на продукты питания Является существенной поддержкой Тем более сейчас В условиях растущих цен Поэтому всем, кто еще Не получил социальные карты Необходимо обратиться По месту жительства В сельский совет К специалисту социальной защиты Для того, чтобы получить Эту карту Единственная проблема У нас на сегодня Существует в поселке Новый Порт Там немножко недопонимания Идет руководством предприятия Которое, в общем-то Внесено в список Социальных магазинов Но мы этот вопрос Обязательно решим Нам тем более поступило Обращение гражданки Из села Новый Порт Для того, чтобы Эту ситуацию разрешить Я думаю, что все будет В порядке Ваше обращение Будет удовлетворено Ну а всем, кто не получил Карты Я еще раз говорю Обращайтесь, пожалуйста В органы соцзащиты И получайте свои карты Наши телезрители Сегодня необыкновенно активны У нас снова вопрос в студии Говорите вы в прямом эфире Здравствуйте Здравствуйте Добрый вечер Мы вас слушаем Говорите Благодарим вас Правда ли, что в районном центре Появится сетевой магазин Кристалл Как в городе Салихарди И второй вопрос Есть ли сегодня Конкуренция местным предпринимателям Которые уже Продолжительное время здесь работают Ну на сегодняшний день Обращение от руководства Торговой сети Кристалла В администрацию района Не поступало Однако Мы принимаем меры Для строительства В районном центре Большого Торгового центра Которое будет Строительство будет осуществлять У нас Местный предприниматель Гаврилец Николай Иванович Который либо Лично Ну за счет своих сил Либо За счет аренды Торговых площадей Будет осуществлять Данную деятельность Вот На сегодняшний день Вопрос конкуренции Достаточно Остро стоит В Ямальском районе Потому что Строительство торговых объектов Достаточно дорогостоящее И Отдача Этой деятельности Не такая скоротечная Затраты на содержание Магазинов Большие Поэтому Реальной Серьезной Конкуренции Нашим предпринимателям На сегодня Нет Потому что Для того Чтобы зайти С инвестиционным Строительством Желающих Очень мало Вопрос По Диабетическому питанию Диетическому питанию Я знаю, что у нас В районе На учете По сахарному диабету Состоит около 400 человек Вот Реализацией такого товара Могут заниматься Только аптечные пункты Или Предприниматели Тоже могут Организовать Такую полку В своих магазинах Для реализации Данного вида Продукции Не требуется Никакого Вида Лицензии Разрешений То есть Данным товаром Могут торговать Как аптечные пункты Так и Предприятия Розничной торговли На сегодня Я знаю, что данная продукция Есть В новой аптеке Которая открылась Да, градусник Там достаточно Широкий ассортимент Кроме того В нашей муниципальной аптеке Тоже бывают Продукты Диетического питания Ну а Предпринимателям Нашим Наверное Нужно прислушаться К пожеланию Населения Для того, чтобы У них В продаже Появились Тоже продукты Диетического питания Хорошо, спасибо В одном из актуальных Интервью Вы рассказали, что Участвуйте в проверках Правоохранительных органов На наличие Контрафакта Случа обнаружения Контрафакта Часто бывает? Вы знаете Достаточно часто Ведь если Пойти нам На местный рынок То можно Неоднократно Увидеть в продаже Куртки Адидас Кроссовки Найк И все В таком Роде Причем Все это За достаточно Сносную цену Так вот Для того, чтобы Применять Данные Торговые марки Название У производителя Должно быть Соглашение С фирмой Которая является Правообладателем Данной торговой марки Зарегистрированной Конечно Трудно себе Представить Чтобы Одежда С рынка Была Имела Какие-то Лицензии Либо разрешения Поэтому Обращайте на это Внимание Если Производитель Повышает цену И говорит Это фирменная Вещь То стоит у него Спросить Лицензионное Соглашение Патентное Разрешение Производителя И будет Понятно Это Настоящая Вещь Либо это Контрафакт Кроме Того Контрафактными Являются В основном Видео И аудиозаписи Воспроизведения На дисках Что Тоже Можно Встретить На наших Рынках У нас Еще Один Звонок В прямом Эфир Говорите Мы вас Слушаем Говорите Вы в прямом Эфире Здравствуйте Говорите Задавайте Ваш Вопрос Хорошо Спасибо Мы вас Благодарим Насколько Я знаю Это Льготным Категориям Граждан Да Льготным Категориям Граждан Которые Состоят На учете И являются Получателями Социальных Выплат В органах Социальных Защиты А вообще Полностью Перечень Льготных Категорий Которым Необходимо Получить Социальные Карты Утверждены Утверждены Постановлением Администрации Района Номер 1732 Это Ветераны Великой Отечественной Войны Это Труженики Тыла Это Инвалиды Первое Не скажу Точно Какой Наверное Нужно Обратиться В органы Социальной Защиты Там Этот Полный Перечень Есть Хорошо Почему Народный Контроль Перестал Ходить В рейды Насколько Мы Помним Прекратилась Вот эта Деятельность Весной Либо Летом Если Я Не права То Вы Меня Исправьте Ну Да Деятельность Это Приостановилась Она Не Прекратилась Приостановилась Она Летом Потому Что В общем То Начался Перед Отпусков Это Самая Главная Причина Ну И Вторая Причина Временно Не было Куратора В местном Отделении Партии Единая Россия Для того Чтобы Организовать Группы Народных Контролеров Вот Но На Сегодняшний День Появилось Руководство У нашего Местного Отделения Которое Плотно Занимается Данными Вопросами Вчера У нас Состоялась Встреча Рабочей Группы С народными Контролерами С представителями Прокуратуры Милиции И Было Принято Решение Что В ближайшее Время Возобновляются Рейды Народного Контроля По Всем Торговым Предприятиям Поэтому Будем Продолжать Работать Потому Что Положительная Работа Народных Контролеров В общем То Видна Хочется Пригласить Всех Активных Граждан Нашего Района Участвовать В рейдах Народного Контроля Потому Что Народным Контролером Может быть Любой Гражданин Российской Федерации Все зависит Только от Вашей Жизненной Позиции Скажите А насколько Эффективны Вот такие Рейды И вообще Сам проект Народный Контроль По опыту Проводимых Рейдов В прошлом году Мы начали Очень плотно Работать Перед Новым Годом По первому Разу Прошли 100% Магазинов Района И решили Сразу Не наказывать Жестко Но Поговорили С продавцами Поговорили С предпринимателями Ну В общем-то Дали Возможности Справиться Да Когда прошел Повторный Рейд Также По всем Магазинам Ситуация Вы знаете Выровнялась И нарушений Стало Гораздо Меньше Поэтому Я могу Вывод Сделать Что Это Достаточно Эффективный Способ Защиты Прав потребителей И я думаю Что мы будем Продолжать Дальше Рейды А все Или Предприниматели Идут На контакт С контролерами В основном Все Но Есть Исключения Есть Предприниматель Булавка Сергей Михайлович В поселке Салимал Который Вплоть До Угроз Расправы Куда мы Помним Тот Нашалевший Сюжет Вот Угрожал Это Магазин Первый В поселке Ярселе Где Запрещена Работа Групп народных Контролеров Запрещена Видео И Фотосъемка Хотя Данные требования Являются Незаконными То есть Если наша Съемочная Группа Придет Спокойно С камерами Скажет Нам Нужно Поснимать Ваш Магазин Мы Имеем На это Право Вы Имеете На это Право Обязательно Но Учитывая Что Объект Торговли Это Объект Частной Собственности Вы Можете Снимать По Согласованию С ее Хозяином Вот Какие Загвоздки Могут Быть У нас Снова Звонок Студия Говорите Вы В прямом Эфире Говорите Здравствуйте Добрый вечер Хотелось бы задать вопрос По поводу Тряханного В магазине На что Делали Здесь В одном магазине Одна Цена В другом Магазине Другая И Я понимаю Что в магазине Заходишь в магазин Тебя Свет Режим Прямок Прохода Хорошо Спасибо вам большое Как я поняла По поводу Выпечки В магазине Белая Медведица Да Правильно И в других То есть Ценники Снова Разнятся Ну В общем-то Вопрос Принят И Я уже смотрю Это не первое Обращение Я думаю Что мы Отработаем Этот вопрос С руководителями Данных Магазинов С хозяевами Потому что Раз уже Это не первое Обращение Значит Факт Имеет место Быть Вот Что касается Расположения Хлебных прилавков У входа Ну В принципе Это не запрещено Действующими Санитарными Нормами Но Раз обращают Внимание На это Потребители Мы тоже Этот вопрос Проработаем С хозяевами Магазином Спасибо Что ж Программа Час Икс Подходит К концу Если вам Есть что-то Добавить Наши Зрители Ждут Вот Сегодня Мы видели Уже Рекламу С 19 По 21 Декабря В Ярсале На Центральной Площади Будет Проходить Рождественская Ярмарка Для Участия В Ярмарке Мы Пригласили Не только Наших Предпринимателей И Предприятия Нашего Района Также Приглашены Предприниматели Из города Салихарт Из города Лабытнанги Кроме Того Приедут Наши Постоянные Партнеры Из Мужей Из Шурышкарского Района Вот Приезжие Гости Обещают Нас Приятно Удивить Низким Уровнем Цен На Продукцию Будет Представлен Широкий Ассортимент Продукции Национального Производства То есть Это Ибурки И Пушнина Поэтому Приглашаем Всех Принять Участие В нашей Ярмарке Кроме Торговли Будет Проходить Театрализованное Представление Уличное Гуляние Торжественное Открытие Ярмарки Вас ждут Дед Мороза С Негурочкой С Комарохи Поэтому Добро пожаловать На нашу Ярмарку В лучшем духе Настоящей Русской Ярмарки Так получается Да В духе Русской Ярмарки И Нового Года Хорошо Спасибо вам большое Светлана Владимировна За эту интересную беседу И также Благодарю наших телезрителей За ваши вопросы Наш прямой эфир Подошел к концу Всего доброго И до встречи Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Торговый центр Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова